Для того, чтобы понять, сколько голосов возьмет партия власти, хотелось бы понять, что это такое. Это партия премьер-министра, это движение президента, это все вместе, это такие абсолютно независимые кандидаты на пост губернатора, как сейчас абсолютно независимый кандидат на пост мэра Москвы, ныне действующий мэр. Он, как известно, идет независимым. Но мы все понимаем, что все-таки он представитель правящей партии. То есть это все у нас довольно зыбко и относительно. Что касается того, как будут отличаться, от чего. Вообще выборов губернаторов у нас не было довольно давно. За это время и страна изменилась, и люди изменились, и политические силы, расстановка сил изменилась. Поэтому все будет заново. И это надо смотреть просто с помощью социологии. Потому что так вот, мне кажется, сказать нельзя. Надо проводить исследования. Я думаю, что все-таки, по крайней мере, если не произойдет каких-то, ну скажем так, резких изменений в экономике, то есть серьезного кризиса и так далее, все-таки основные голоса на этих выборах получит партия власти. В расширительном понятии не будем ее делить на Народный фронт, Единую Россию, независимых, как бы, кандидатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!